Редко применяются мобильные приложения от Google Play, либо же получается App Store. Чуть позже, какие приложения мы используем, это я все скину. Ну и в принципе те приложения, которые сейчас покажу, они идут на ноутбук, то есть открываются с браузера, но также можно открывать и в обыкновенном мобильном браузере, то есть они адаптивны и для ноутбуков, и соответственно и для мобильных приложений. То есть ваших смартфонов, если, допустим, дети могут использовать в некоторых школах смартфоны для учебных целей. Ну и первое, самое знаменитое, наверное, это использование Google Maps, либо же получается 2GIS, DoubleGIS, ну или же агрегаторы такси. То есть особенно в 7-х классах, 9-х классах, когда мы проходим кинематику, мы говорим такие понятия, как пути или перемещения. Да, они рассматривают там различные траектории и, к примеру, можно будет задать им такое творческое задание, да, рассчитать время, за которое они могут там прийти в школу, если они там пешком, как у нас в Google Maps, да, говорится, пешком на автобусе, либо же там на такси и так далее. Что касательно агрегатора в такси, да, то есть есть такая, уже давно идет такая задача, за что мы платим в такси, за путь или перемещение, да, тоже можно им показать через агрегаторы такси уже. Сейчас у многих есть это Яндекс и там Регион, либо же еще какие-то другие, Индрайвер, да, тот же самый. Ну и, соответственно, через вот такие вот задания, через применение этих приложений, которые они используют каждый день, мы как бы наталкиваем их мысль на то, что это, в принципе, все есть в реальной жизни, да, то есть они это уже принимают. То есть здесь такой немножко идет метод открытия из того, что они уже знают. Ну, здесь вот на скриншоте это обыкновенный Google Maps, что очень хорошо, он быстро работает и также в некоторых версиях можно его использовать офлайн, либо же они есть у каждого на смартфоне, ну, особенно у тех, кто Android. Далее, ну, идем, скажем так, восьмой, десятый классы, да, это вот электричество и тепловая физика. Вот у нас будет третье четверти электричества, нужно будет делать расчет стоимости электроэнергии. И здесь как раз-таки мы с вами можем дать им анализ текста, то есть на развитие такой грамотности чтения, ну, и, соответственно, естественно, научной грамотности с математической грамотностью. То есть, к примеру, у нас есть в Paladar Energo, да, мы даем рассчитать, сколько, к примеру, тратит там зарядка твоего ноутбука, либо же смартфона, там, в месяц, да, к примеру, сколько он рассчитывает, сколько он тратит на зарядку своего смартфона, либо же ноутбука и так далее. И далее они должны, соответственно, в интернете найти тариф, тарифы для именно нашего региона, то есть Paladar, кроме этого, они должны посмотреть то, что у нас, к примеру, здесь не видно, есть, ну, знаете, есть несколько тарифов, несколько уровней, да, и вот это они все смотрят, рассчитывают и, соответственно, потом могут защитить, либо же получается такой в качестве групповой работы им тоже можно будет дать. Также для грамотности чтения, ну, здесь еще присутствуют элементы статистики небольшой, да, то есть это все-таки восьмой класс, в десяток классах там можно сделать немножко побольше, но все равно мат-аппарат не такой уж сложный, чтобы им задавать расчет вот этот тариф и так далее. К примеру, есть очень такой хороший сайт на статистики, там тоже можно будет посмотреть очень различные данные, к примеру, недавно смотрели по, кажется, возобновляемым, да, источникам энергии, то есть видите, здесь вот у нас на скрине есть данные по возобновляемым источникам энергии, и, соответственно, они это могут себе смотреть и представлять, да, то есть у нас бывают такие некоторые цели, там производство электрической энергии в регионе, либо в мире, да, и так далее. То есть чисто вот для таких задач, где требуется креативность, где требуется подход, мы можем использовать именно, ну, реальные данные, которые есть. Вот, к примеру, на статистике очень хороший сайт, даже в принципе, да, когда делать проекты, не только на уроках, когда делать проекты, оттуда можно подчеркнуть очень много чего интересного. По статистике все в Excel, либо KSV формате вам это все дается. Далее это уже такой общий инструмент Excel-таблицы, да, здесь я выделил именно для математической грамотности, то есть мы можем с вами строить графики, проверять там какие-либо гипотезы, да, то есть обычно в старших классах, десятых, двенадцатых мы делаем градиенты, да, но, соответственно, для младших классов, там, восьмые, девятые, семи, семи классики, можно обойтись вот такой Excel-таблицей для того, чтобы они могли проверить свою гипотезу, либо же, если мы говорим про мат грамотность, да, то есть это изучение функции, вот это вот, у нас прямая функция, да, y равен x плюс b, они тоже могут это все быстренько проверить, и также это будет такая немножечко у нас предпосылка к градиенту, да, который будет встречаться в девятых, десятых классах. Ну, и, соответственно, определение зависимостей, здесь больше это применяется уже, как бы, к лабораторным работам, либо же, когда они исключают что-то новое, да, там, зависимости, вот у нас будет вольт-амперная характеристика, к примеру, в восьмом классе, тоже можно дать такую Excel-таблицу, они должны из этого сделать вывод. Далее, этот инструмент уже где-то звучал, до этого у нас на ментациях, тоже хочу его выделить. Почему? Потому что если же у нас есть различные симуляторы, да, по физике, тот же самый знаменитый PHET, но там PHET, то есть, получается, дается какой-то инструмент, мы должны его исследовать, и все. Да, то есть, очень хороший инструментарий, да, ничего против не имею, но хотелось бы сказать про CK-12. Здесь они дают, как бы, такие контекстные задачи, да, где дается такая немножко предыстория, потом они все это исследуют, и в конце на это отвечают. То есть, такой полноценный, можно сказать, интерактивный симулятор, который очень хорошо нацелен на функциональную грамотность, там, как работают батарейки, как работают электростанции и так далее. То есть, ссылочки здесь, я сейчас тоже это все у нас в чат скину. Ну, здесь я выделил, да, при помощи интерактивных симуляторов учащиеся изучают различные физические явления, определение, опять-таки, закономерности, да, то же самое там в некоторых симуляторах дается таблица, то же самое, да, вот математическую грамотность по закономерностям, графикам они должны. По, естественно, научной грамотности, да, то есть, вы знаете, у них должно быть наблюдение, они должны делать какие-то гипотезы, и на основе этих гипотезов и измерений, и наблюдений, они должны делать какие-то выводы. Ну, и ссылки на остальные симуляторы здесь, до этого я тоже это все скидывал, мы с другими коллегами со стороны Сактубе собрали здесь еще другие симуляторы, но выделяю из всех это вот CK-12, так как здесь, еще раз повторяюсь, идет более такой в контекстном смысле, то есть, не просто дается вот тебе инструменты и делай, да, а прям все описывается, зачем и как это все нужно. Ну, и что касается оценки, здесь я выделил таких два цифровых инструмента, то есть, это уже не по физике, да, такой общий веб-сервис, это MyMap. Очень хорошо подходит MyMap для умения работы с текстом, то есть, его анализ, его систематизация, да, вот мы составляем вот эти вот концептуальные карты, особенно очень хорошо подходит и при начальном изучении темы, да, когда им нужно взять, закономерности изучить и так далее, но при этом также еще идет хорошо при обобщении информации. Особенно дети любят их делать, когда у нас идет конец четверти, да, им нужно все проанализировать и они делают вот такую вот концептуальную карту на основе того, что они прошли, либо же, как я говорил ранее, при начальном изучении данной темы, они могут все прочитать и сделать для себя какую-то концептуальную карту. Есть два инструмента, это MindMaster, к сожалению, там можно сделать только три, ну и Miro тоже там где-то можно сделать три, но в Miro она идет большая, поэтому если для трех классов, если вы постоянно будете с ними работать, в принципе, на один учебный год этого всего хватит. Также насчет оценки, да, вот у нас здесь различные инструменты, но здесь я хочу выделить это GuizViz и Formative.com. Почему? Потому что там учащиеся, они могут вписывать слова или словосочетания же, да, то есть в основном у нас инструменты идут на вопросы закрытого типа, но здесь получается, хоть и, конечно, они не пишут полностью предложения и так далее, для этого у нас есть Microsoft Forms, там Google Forms и так далее, но хотя бы вписывать какие-то слова либо словосочетания, конечно, это идет на больше порядок уровень, чем просто тестовые вопросы, да. Ну и, соответственно, есть также вот, что очень хорошо, инструменты для рисования, то есть они могут какой-то процесс нарисовать, где-то что-то выделить и так далее, то есть такой вот топовые инструменты. Ну, конечно, это все надо будет для начала изучить, но для оценки той же самой функциональной грамотности, да, где нам, к примеру, в PISI, да, там тоже нужно что-то отмечать и так далее, думаю, для этого, именно для этого формата, такие вот два инструмента нам пойдут. В принципе, у меня все, если есть какие-то вопросы.